Итак, у нас есть боттл на 5 раундов между итальянскими и американскими туфлями. Приступим. В зеленом, белом и красном углу у нас итальянские туфли весом 160 граммов. Эти туфли известны во всем мире благодаря их стилю, элегантности и той легкости, которую они демонстрируют. Итак, напротив красно-бело-синем углу у нас американские туфли весом в 225 граммов. Американские туфли известны своей практичностью, прочностью и надежностью. Опа, что тут происходит, ребята? У нас нежданные гости. Похоже, что английские туфли примут сторону американцев из-за своей схожести строения и характеристик. Да, мы точно поставим английские туфли в один ряд с американскими. Итак, давайте, чтобы у нас был честный бой. Без воды, без соли и без ударов ниже пояса. Готовы? Начинаем. Раунд один. Кожаные. В первом раунде, джентльмены, мы сфокусируемся на кожаных туфлях, а именно на кожаном носке. Что же нам покажут итальянцы? Я вижу красивую телячью кожу первого класса. Чтобы вы понимали оценки, кожа первого класса составляет всего 13% поверхности шкуры. Второй класс — это 30%. Так что, к вашему сведению, первый и второй класс являются основными типами кожи для изготовления туфель. И это меньше половины ото всей шкуры теленка. Так что, как мы заметили, первый класс — это нижняя часть спины теленка. И на ней будет самое меньшее количество изъянов, дефектов. Она наиболее плотная и водоустойчивая. Это, можно сказать, самая лучшая часть. В шкуре второго класса иногда могут присутствовать некоторые дефекты, не говоря уже о третьем и четвертом классе. Эта часть сама по себе, и в дополнение это телячья кожа. В сравнении со взрослой коровой, телячья кожа более тонкая, более изящная, а также она очень плотная и при этом мягкая. Так что эта кожа весьма востребована. Давайте теперь поговорим о толщине верхней части. Если говорить о телячьей коже, то обычно это толщина 4,6 унций или 2 миллиметра. Если есть еще и внутренняя подкладка, тогда толщина будет 0,4 миллиметра. Это еще дополнительная унция. Но в целом, итальянские туфли в верхней части будут тоньше и по умолчанию будут очень мягкие и выполнены из кожи высокого качества. Давайте сейчас рассмотрим американские туфли. И, видимо, это кожа первого класса, может быть и второго класса. Это всегда трудно определить, так как на коже второго класса могут присутствовать небольшие дефекты. Но на такой обуви, которая сделана из множества слоев кожи, они могут легко использовать кожу второго класса при условии, что на ней мало дефектов. При этом, если используется коровья шкура второго класса, то и цена может быть ниже. Так что для покупателя это может быть даже и лучше. Тут у меня есть кордованы. Туфли с кордовской дубленой кожи. Ее делают из лошадиной шкуры. Она будет гораздо плотнее и толще. Если верх из телячьей шкуры будет примерно 145 грамм, то в этом случае она будет 200 граммов и 3 миллиметра толщиной. Итак, джентльмены, как мы подведем итоги этого раунда? Я сделаю вывод, что тут у нас ничья. У всех есть плюсы, так и минусы. Так что можете подыскать тот тип, который лучше всего подойдет именно вам. А что тут делают англичане? А ну марш в свой угол! Вас тут быть не должно. Раунд 2, джентльмены. В нем мы рассмотрим форму и то, как они выполнены. Когда вы потратили приличные деньги на пару туфель, ну скажем 200 долларов, тогда взгляните на подошву и убедитесь, что она прошита по контуру. Если шва нет, тогда скорее всего подошва приклеена. Туфли на клею я не стану рекомендовать. Да, если вы покупаете обувь до сотни долларов, тогда скорее всего такая обувь и попадется вам. Или если вы нашли то, что вам нравится, тогда вперед, но моя задача сделать так, чтобы вы, ребята, начали одеваться лучше. Но если собираетесь потратить больше 200, а может и 300 долларов на обувь, тогда стоит убедиться, что вы тратите деньги на стоящие вещи и видите этот шов на своих туфлях. Туфли, которые прошиты, они будут намного дольше служить, а также на них можно поменять подошву. Такие туфли могут прослужить вам 10, 20, 30 лет. Давайте рассмотрим стежок. Этот стежок называется Блейк. Я знаю это, потому что когда я провожу пальцем, то я не чувствую никаких стежков. Их просто не видно. Но при этом я вижу стежок на подошве. Он очень тоненький и у него изящный вид. Техника подшивки у данного стежка очень простая и хорошо работает. Все, что они сделали, так это прошили туфли изнутри. Преимущество этого шва в том, что он выглядит очень легким и его можно перепрошить. Давайте теперь взглянем на стежок Гудьер. Первое, что мы заметим в этом шве, так это то, что он виден снаружи. Я могу его видеть, потому что тут есть дополнительный рант. У него есть два крепежа. Какое преимущество это дает? Такой способ позволяет немного проще заменить подошву обуви. Он позволяет сапожнику сделать то, что не может стежок Блэйка. Но это не всегда верно. Да и материалы для работы со стежком Гудьер могут выйти дороже. Некоторые утверждают, что такой способ лучше защищает от влаги. Но если вы намеренно шлепаете по лужам, или вы живете в таком месте, где сырые слякот на большую часть года, и вы носите вашу лучшую обувь, чтобы добраться с дома на работу, не делайте этого. Лучше держите ваши лучшие туфли дома. Вода, соль, это худшее для обуви. Так что лучше уберечь дорогие туфли от такой участи. Для меня эти два типа конструкции. Какое же решение я приму, думаю, вам, ребята, не понравится. Но все же я скажу, что снова ничья. Очень равный как плюсы, так и минусы у обеих моделей. Так что для этого раунда у нас ничья. Раунд три, и тут давайте поговорим о комфорте. Если говорить об итальянских туфлях, то верхняя часть у них тоньше, сделана из телячьей шкуры, они мягче и более гибкие, и их легче испортить, чем туфли из более грубой кожи. Если рассматривать их внутреннюю часть и подошву, то мы не увидим толстых швов или металлических вставок, ничего такого. Они используют очень плотную кожу для подошвы, хорошо скрепляют, и готово. В американских туфлях мы можем увидеть металлические вставки. Они проходят по подошве и позволяют туфлям возвращаться обратно в исходную форму. Также на подошве мы можем заметить пробковую прокладку. Она проходит по всей форме подошвы и бывает выступает по краям. Некоторые люди называют это подушкой, и некоторым это не нравится, так как туфли выглядят слишком громоздкими. Насчет верхней части повторюсь. Лошадиная или коровья шкура. Им обычно требуется больше времени, чтобы принять форму ноги. И они не будут столь гибкими. Некоторым это нравится, другим нет. Так что тут больше играет роль мнения каждого. Итак, джентльмены, я, возможно, буду весьма субъективным, но я присуждаю победу за комфорт итальянским туфлям. Раунд 4. Прочность. Бой. Эй-эй, держим удары выше пояса. Если мы говорим о прочности, то все туфли, за которыми плохо ухаживают, неправильно хранят и чистят, не полируют, будут просто уничтожены суровыми погодными условиями. Не имеет значения, насколько они прочны. Вы их испортите намного раньше. Посмотрите на итальянские туфли. Я говорил это ранее. Верхняя часть, подошва и стельки, все будет изготовлено из тонкой, более деликатной кожи. Многим это нравится. Выглядит превосходно, очень элегантно и ощущается отлично. Но если вы хотите что-то, что прослужит вам гораздо дольше, опять-таки, если все условия одинаковы, то американские туфли, особенно которые сделаны из кордована, лошадиной шкуры, они могут пережить туфли из коровьей. Но также они будут порядком на 100 долларов дороже. А также они будут прошиты стишком Гудьер, потому что у них есть дополнительное обрамление. А также используется более толстая подошва, которая тоже прослужит дольше. Четвертый раунд. Я одному американским туфлям. Эй, ты чего после драки кулаками машешь? Пятый раунд. Стиль. Бой. Что ж, стиль это 100% субъективное мнение. Но когда вы видите такие туфли... Вау! Я имею в виду, мне нравится эта вставка из замши, кожа вот тут, слегка перфорированные, с тонкими опрятными швами. В целом, просто прекрасный стиль. Это совсем не просто, особенно если вы отправитесь в Италию, где вы встретите сапожников в четвертом поколении, которые делают просто восхитительную обувь. И самое большое преимущество туфель, изготовленных в Италии, это средиземноморский климат, в котором они сделаны. Именно это позволяет им отличаться и выглядеть немного забавными. Они не переживают за ссоровые погодные условия. Давайте глянем на американский стиль. От них требовалась практичность. Стиль, конечно, хорошо, но только не в том случае, если туфли не справлялись со своей работой. Это чукки. Они выполнены из замши, но они появились во время Второй мировой и были сделаны по требованию британских офицеров для своих солдат, чтобы те, в свою очередь, обеспечивали лучшую поддержку в пустынных каменистых ландшафтах. Это очень простые ботинки. У них виден стежок, и выполнены они без каких-либо вставок. Но в них есть что-то весьма элегантное. Итак, победу в пятом раунде я отдам итальянцам. На этом все. Сегодняшний поединок, возможно, будет оспариваться еще много лет. Итальянцы, конечно же, будут говорить, что я дал им победу, но я знаю, что скажут американцы и англичане, что у них есть такие мастера, которые делают просто бесподобные стильные туфли, и они должны были выиграть. И я соглашусь с ними, ведь это очень субъективная оценка. Наступит день, и вам придется покупать для себя туфли. Я настоятельно рекомендую потратить немного больше, для того, чтобы купить именно то, что вы хотите, и что вам понравится. Чтобы, когда вы их носили, вы чувствовали себя на миллион баксов. Используйте информацию, которую я поделился с вами в этом видео. Дайте мне знать, что вы думаете про это видео. Мне кажется, оно было довольно забавным. Я очень ценю ваши комментарии и дорожу нашим сообществом. Увидимся в следующем видео.